друзья всем привет добро пожаловать на мой канал не хочу вам показать кое-что какой работой я занимаюсь занимаюсь я тем что освобождаю корни своей орхидеи из металлических прудов я не знаю почему так но они как магнитом тянутся посмотрите как она залезла как магнита полностью по пруту как присосками и вот один корень я освобождала немножко его надломила но он целый я не знаю почему так на корне просто как магнитом к этим металлическим прутам присасываются почему им так нравится не могу сказать и посмотрите вот еще одна орхидея следующие это моя черная птичка точно также она корни тянет вот на корни тянет к этим металлическим прутам и обвивает вокруг них их и я заметила что вот эти вот две орхидеи которые так делают они стоят тут постоянно и они при этом цветут очень очень долго продолжительный срок это может быть еще влиять из-за того что я их не перемещая из того что корни тут стандартно стандартно прицеплены я не могу не делать мне никакие манипуляции не обработать не помыть ничего поэтому эти орхидеи вот элементы их не трогаешь они цветут очень-очень долго тут постоянная температура тут прохладная температура их не крутишь не вертишь и они цветут вот эти две орхидеи из метна всеми остальными я ношусь вот меняю себе тут горшочки переставляю и уже не тот эффект вот для меня загадка почему эти корни так любят металл почему я не знаю может быть что-то выделяет может быть им прохладно может быть к самой стене они тянутся они к металлу но я смотрю что к металлу больше прям к металлу одна и вторая да я хочу ее все-таки вытащить и обработать вот вам и секрет продолжительного цветения орхидеи то есть это прохладный воздух орхидею не трогать не вынимать не крутить полива полив на месте прохладный воздух постоянная температура тут есть проветривание но не сквозняк это вот это такой важный момент прохладная температура хорошая влажность пока как эта кухня вот и супер металлическая конструкция но это не точно я сейчас буду делать это оттягиваю конструкции немножко прям руками и мне есть доступ к этому корешку который там буквально аккуратно аккуратно я его сейчас ты снимаешь ты снимаю боже я его отлепила аккуратными движениями прицепила себе тут пальцы прищемила теперь остается очень очень аккуратно вот 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 его извлечь сейчас горшочек надо вынимать чтобы его не поломать и сюда нет третью руку надо это невозможно алина помогать вот так вот он заплелся он тут плоский аж стала сплющила но ничего страшного корешки этого монстра а когда-то был реанимашкой вообще бомба ракета вот это коренье он нарастил класс а сверху это конечно антенки обработала я свою орхидейку мыльным раствором обрабатываю я зоу шампунем просто в поливизатор наливаю развожу с водой и опрыскиваю все это самый лучший способ от клеща от паутиного клеща от щитовки супер мега ну что ж прошло несколько дней орхидея хорошо просохла и буду ставить ее на место главное ничего не поломать аккуратненько аккуратненько что хочу отметить очень хорошем состоянии состояние растения отличная сочная зеленая огромные листья хорошие корни толстый цветонос воздушных корней нарастила столько целый веник короче что я сделала открыла почку сняла чешуйку вот я не пользуюсь никакими пастами ничего никакими гормональными средствами просто открываю почку если условия благоприятные эта почка будет развиваться дальше либо детка либо цветонос это уже время покажет все деточка поехали на место поехали домой ну а теперь она падает корни ее не держит корни то были там сейчас надо будет думать как ее подвязать но я уже понимаю как пример подведем итоги что именно я заметила по фаленопсисам что они любят это постоянное место чем меньше мы их трогаем чем меньше мы их крутим вертим переносим обрабатываем опрыскиваем моем льем не всякую химию тем лучше чем меньше тем лучше вот ну реально этот фаленопсис у меня простоял тут на окне без движения ну наверное полтора может быть два года корневая шикарная листья сочная шикарная да я сделала ему профилактику потому что у меня тут стояла и араукария и все сделала профилактику потому что уже прошло очень много времени нужно было его опрыскать в итоге корни шикарные листва шикарная сочная цветоносы раз за разом цветет очень обильно пышно и главное продолжительно следующий фактор это прохладная температура не сквозняки а именно прохладная температура также присутствует влажность потому что это кухня есть испарение и конденсат на окнах которая тоже немаловажно играет роль это как бы дополнительная влажность и орхидея поливает и 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